Всем привет, с вами Сумрак из клана Краматорск, обзор последнего КВ как видите 56 на 6 ребята попались которые воевали скорее всего свое первое КВ потому как вражеский клан побед у них по крайней мере нету сразу скажу из клана ушло ой сколько убежала сначала ушло во время КВ ушло 4 человека а теперь клан покинуло раз два три четыре пять шесть семь человек как сказал Леша Сид уйдет половина Леха почти угадал ребята глянули на нас поняли что скорее всего ломать им зубы не стоит об нас и плюнули на это ну давайте начнем такой обзор Эдик у нас повально драконами развалял все но Эдику большое предупреждение что не берет подкрепление из клана в общем спешит куда-то чем-то хоть и победил победители не судят но все равно драконы второго уровня раздирают только так ну это второй по карте игрок второй номер не прокачанный нифига люди подо мной не понятно в себе все планы поэтому выигрывается это все легко ну ты Эдик в следующий раз бери все это подкрепление далее вторая атака была Лешина кстати ни разу еще в обзоре не смотрел статистику войны допустим там 39 атак использована у них 7 из 39 и 35 выиграли 4 проиграли атака осталась одна но это Димка не нападал сколько на звезды и вот это самое интересное самая героическая атака самая героическая оборона у Сан Сан еще аж интересно давайте с этого и начнем посмотрим героическую оборону Сан Сан еще вот здесь такая классная блин наподлянское место которое он просто тупо пропустил ну чем решил воспользоваться противник противник нападал серьезными войсками но так как он отгребал по полной программе из одного места ничего у него не получалось ускорим процесс тоже чувачок напал не спеллок не подкрепление кланового ну то есть клан соперник number one army был абсолютно не готов к данному кланвару на защите не было ни единого воина у них поэтому нам было легче играть зная об этом теперь вернемся к атаке Алексея Леша как обычно проверяет все места возможных больших бомб в этом КВ свинина попалась норовливая не хотела бежать ни в какую куда надо разбегалась со всех сторон да и все будущие свиноводы мое личное мнение это надо запускать богов всегда с той стороны чтобы как можно позже свиньи попали к королю так как он бывает пол карты еще бегает и гоняет свинину да и вот она кстати вот та подлая бомба сыграла так я вас гоняю вот посмотрите король погонял здесь свинину убил да как то еще бомба повредила где 3 свинки но все равно немножко не хватает и вот он погнал пол карты он за ними гоняется он их бьет но удара конечно не убивает так как он охраняет свою территорию вокруг такое большое количество свинок все таки было уничтожено так поэтому только одна звезда стреляем совсем быстрее XBO не было убито XBO стреляет очень далеко насколько я вижу XBO что стоят на наземные войска поэтому стоят на 14 клеток и на стоят далеко такой тоже один ничего не смог сделать так ну давайте глянем Алекса победные атаки я не буду рассматривать если бы бегло попытаюсь сжато рассказать алекс ладно понятно не было банок тогда надо было алекс точнее саныч брать хилку свою еще хилку значит не взял ты магов лучше б ты брал магов даже если нефть еще хотя для нефть а вторые не должны быть заходить надо было если хилку брал бы со стороны ПВО то есть луками снял бы вот этот сразу лагерь верхний пошел бы отсюда ждал бы вот надо заходить было туда то есть хилка будет все равно полететь за гигантами хилка полетит лечить тех кто побитые но хилка отгребет от ПВО хоть она и третьего лвла но ПВО успевает забывать и поэтому немножко и пролет ладно один лук в поле не воин я перематывал вот такой результат бери свои хилки бери магов и парни если я в чем то где то не прав или вы видите это по другому мне просто интересно любое мнение как вы атакуете я поэтому всегда смотрю кто как атакует пишите в комментариях пишите в группе вконтакте ваше мнение ваши советы тому подобное Санек просил показать какой он классный пацан у нас был сериал моё блин как он нападает в общем будет человеком скорость потому что времени нет иначе видео займет у нас около полчаса шестые отборки гиги это ж вообще умные сандалии как он сказал идут куда надо пьют что надо но прям золотые что они какие гиганы официально правильно все со всех сторон все выбил и не бешен даже вот этих вот 20 луков можно было почти идти дали мне кажется и так кто нахотовил у нас форвался порвал как пузель в грелку было так не надо дожны были вообще все ну будем считать что только первого не выбили а так бы выбили все на свете ну до гмд димкину атаку я думаю не зачем рассматривать давайте саныча посмотрим почему одна звезда саныч у нас еще с третьими войсками ну саныч в принципе все правильно заходим оттуда опять саныч одна банка взял бы все банки две хотя бы уже был бы другой вопрос не надо хилить сразу вот это большая ошибка пусть бьют гигантов ну подохнет один два их все равно очень много потом бы кинул бы хилку сразу это дурная привычка из рандома чуть шо сразу летит банка попробуйте потренироваться в рандоме атаковать соперника абсолютно без банок о саныч и надо было вот этих вот от легких гигантов пустить вообще первыми они бы вот вообще бы даже одного бы скорее всего не убили а там еще две подошки все я понял еще получше лучше пускать тогда гигантов которые постарше здесь база растянута они в принципе да заходил бы я бы оттуда сверху вниз надо было сейчас момент 16 очень много лука надо было сделать лучше где то 12 магов ну и десяток хотя бы магов потому что две хилки и банку одну забыл взять я в принципе с сумрака со старшего то же самое влетел забыл взять банку вроде глянул все есть а в игре смотрю две кинул банки а третий нету залет так атаки соперника вообще смотреть не за чем ну ребята не умели ничего я единственное так для себя на память запишу атаку свинками я вот эту вот бомбу искал и думал как то сюда сюда она в жизни свинина не забежит поэтому запускал ее сразу здесь заранее кинул так как бомбы чуял что будет она там действительно оказалась справа вот видите король здесь вверху то есть я специально нападал снизу я вообще нападал отсюда ну так свинка не добежала сюда нападал оттуда вот свинина забежала нормально с королем встретились они уже в последний момент в последний момент прибивают какие-то орудия последние от свина то есть я буду с защитой и уже начинают бить короля короля убили ну 40 это не 40 а получается 36 6 мои и 4 нет 35 мои и 5 из клана нормально просто парни если все хотите видеть свои же атаки в будущем я могу конечно писать видео и получасовое и более но мне кажется это очень долго займет так смотрим быстро дальше что у нас было дальше 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 где у нас было это я с Аныча атаковали Артем две звезды смотрим в чем проблема так войско банки все все взял вроде как отсюда значит значит тебе еще варваров докачать надо ну Артема нормально мы туда-сюда уже можно на восьмой техапе переходить напоминаю всем поставлю на паузу все кто переходит с седьмого таунхола на восьмой не надо строить еще дополнительные два хранилища точнее их построить но можно их ткнуть даже снаружи выставил таунхолл и поставил рядом с ним первого левела эликсира хранилища и первого левела золото хранилища вам четыре миллиона из двух золото хранилища из двух эликсиров хранилища с головой хватит поэтому я вам говорю не нужно их улучшать при переходе на девятые тх потому что тяжело хранить в трех хранилищах по всей вашей базе и вот это очень проблематично послушайте совет того кто уже это прошел вот эти бомбежки подозрительные конечно многое сыграли так поскоряем процесс все это у нас затянется опять Темыч то же самое запускай гигантам если ты взял гигантам подкрепления вместе с теми гигантами не надо их пускать разделе пусть они идут вместе они сами разделятся потом пусть задача гигантов принимать на себя урон а элита так называемая это луки маги идут сзади добиваются то же самое все правильно там где король не атакуйте атакуйте с дальней стороны чтобы к королю прийти в самый последний момент дальше разъярялка закрятие ярости закрепление закрепления когда играет если допустим гиганты идут по какой-то дуге разделить их раньше они возьмут по прямой не пойдут и сразу лишним бить стен и ломится более в центре поэтому надо рассчитывать иногда второе все надеюсь помню что гиганты никогда не борются с королем по крайней мере пока не выбьют все всю защиту поэтому король их будет упашить пока ему не надоест хрен его знает что тут две звезды пока всем трындел за ходом битвы так джампл серега да у нас серега то же самое я тебя предупредил в чате предупреждаю в видео брать подкрепление из клана это большой плюс не берешь подкрепление из клана это минус 20 войск минус 20 единиц нападения зачем напал на короля вот не надо было абсолютно тратить время на короля второе дал бы королю лучше бы одному гиганта пусть он не занимался бы примерно за три ударов убил пока он убил бы одного гиганта ты бы убил бы короля ну вроде я тебе просто ты напал с этой стороны так зачем же ты убивал сейчас короля надо было короля не трогать войти разгромить все второе всем говорим если вы драконоводы берите всех драконов если вы шароводы то берите почти все шары не надо брать частями шар частями свинок частями в общем наземка берите наземку нахрен этот дракон честно этот дракон сейчас ни о чем жгет он медленно блин первый летает он тупо блин второе всем драконоводам говорю блин все знают что драконы очень долго жгут ратушу она имеет очень много хп поэтому хилить ее надо над ратушей всегда драконов это тем кто будет драконами играть а вот ты не успел что у нас снять ага одно хранилище тупо времени не хватило этот дракон был ни к чему честно вот возьми ты дабы вместо драконов 5 магов 5 магов бы они делали больше делов чем этот дракон это лично мое мнение я считаю ты бы победил здесь а если бы у тебя еще было 20 единиц войск в клан подкреплений то по любому было бы 100% будешь такой херней страдать выгоню из клана никого держать пацаны не буду нахрен но надо просто я считаю такие действия неразумными это сродни женскому мышлению хотя вот у нас девчонка сейчас в клане новенькая да пришла Юля у нее мне кажется больше и лучше развито мышление чем у многих у вас у мужиков и вы мужики и не пацаны не дети так ну это я с Джулии чистил уже чистил начинал так Саня здесь чистил с мелкого сумрока да Серж смотрим Сержа я смотрю все таки затянется банки есть Серж те же самые вопросы все подупредили что в клан касте нет никого какого вы хрена боитесь что я или вы не знаете как проверять я вам сейчас покажу на видео как проверяется наличие войск в клан касте хилки же не лечат драконов если бы не лечили драконов то бы идеальные вообще варианты берите дракон сзади хилков олма блин как всегда блин ты не то не выносишь не сон не выносишь вообще считаю вот это заклинание яростью легче блин подлечить чем разъярить он разъярил быстро вроде быстро убил а кто же его лечить то будет допустим дракон ну вот тебе тупо не хватило ну или лечат две хилки магов а маги не успевают сделать а вот ты взял бы подкрепление в клан касте и убил бы допустим или отсюда лагерь или три этих самых казармы залет залет сержик залет будет еще одно такое выгоню просто выгоню ребята бездумных людей держать в клане я не буду мы хотим побеждать мы будем побеждать когда ребята придет какой нибудь крепкий соперник а вы будете вот так вот тупить то мы не победим мы не сможем вытянуть мы зубы ломали много раз от крепких игроков от крепкие кланы просто напросто просто напросто влетали по полной программе так славка что тут славка у нас затупил славка три хилки второй момент вот просто ставлю опять на паузу а нахрена вам три заклинания ярости второго левела поверьте три заклинания блин хило я его так обозвал гораздо были б веселей опять славка не нападаем со стороны короля нахрена не трогать ты короля значит заходи сверху заходи снизу здесь бомба скорее всего стоит возле фабрики вот это в принципе правильно сделать если хотел короля убить убил бы его мушечкой все верно взял лучков хотел конечно оттянуть король не ушел или вот эти ваши заклинания ярости блин ни о чем там сработала забежала аааа еще и король вывел ну вот король все бы не испортил вот славка надо было не лезть вот не лез бы ты на короля бросил бы на короля я выбил бы ты отсюда две джеб две а то и вообще в три ну а так вот получается ни о чем а поэтому и не успел ничего так дальше кирилл кирилл ты у нас один из опытных игроков считаешься я тебя таким считаю так как можно сказать ты меня учил в начале войны что такое и о чем вот это вот это вот вообще самая первая херня сейчас момент повторим еще вот еще раз запустил вот это вот выбивание тремя молниями пвошку смотри кирилл теперь я тебе рассказываю учил ты меня сначала теперь учу я тебя эти странные пво по любому будут бить опять ставлю на паузу ладо ты хотел там там сям чего то выбить не знаю чем ты думал о чем планировал я беру сколько я считал 32 шара 4 мага и 24 лука все с головой хватит чем больше шаров пусть шары дохнут хилим шары по дороге шары лупасят только так все вокруг только где то почистили шары запускаем все остальное вокруг пешее войско а вот это понимаешь ты испортил сам себе нападение ты ни свинками не нападаешь ни воздухом не нападаешь свиней мало и свинки работают только тогда когда их много я уже это запомнил раз и навсегда или все свиньи почти все никаких пеших драных волосов ну конечно плохо потому что за свинками бывает еще чистить надо то же самое да бомбы ты понаходил но лучше б ты запустил все шары поверь ты б шарами вот это снес это абсолютный не деф шарами сносится вот допустим справа сразу запустил бы сюда не лечил бы их еще здесь а лечить бы начал бы вот здесь вот смотри сколько вот допустим здесь и лук и тесла и две пушки то есть здесь надо было долго похилить здесь бы еще шары летали по прямой потом бы они разлетелись часть влево часть вправо потом похилил бы уже где-то дальше то есть ни то ни сё тут свининка улетела тут ты долго думаешь атаковать тебе где-то не атаковать тебе где-то не надо так плюс вот это вот разделение свинок то есть ты боишься что убьет твои шары шары пятые я четвертыми шарами а сейчас включу тебе вот с Андрея нападал с малого что это шары выносит только так а ты ни то ни сё их растянул вот смотри шарик еще не один почти не сдох смотри твои шары если б ты хилил бы шары все б шары их убил вот подумай бери что-то одно бери свинину или бери шары блин пятые шары я их на сумройке сделаю и обязательно протестирую а так ты просто испортил сам себе атаку так далее так стоп где мы тут Кирилла посмотрели Сержик почистил Саны сейчас неинтересно ну Сержа сейчас гляну для начала в чем была ошибка ну Сержик это опять я не хочу такое смотреть нахрен надо клан подкрепления не берет херней занимается Серж я большущее предупреждение ты кандидат на вылет поверьте буду держать лучше 15 человек чем 25 или 40 лучше 15 нормальных чем 40 тупорылых нахрена не нужны такие люди нахрена не нужны такие люди ага вот это вот это да сам начнем дать Серегу посмотри да ребята видео затянется чувствую минут на 40 опять Серега а где подкрепление да куда вы все спешите да хоть с единочей ты нападаешь сиди и жди пока тебе не насуют нахрен этот цикл нет подкрепления учитесь в рандоме гулять банки в банки все гуляются по ходу движения поиска будь то свинки будь то дракон не на них а впереди все это знают и не все это используют не нахрен нет я не нахрен не нахрен ну не нахрен а не нахрен не нахрен пускать надо сверху чуть чуть лук нахрен даже бывает иногда надо луками отвлечь на себя допустим пушку и башню ручни чтобы гигантов пока не били или если бил гигантов то сзади них убивать все остальное очень часто и сам неправильно делаю, но учусь на своих ошибках и на ваших, смотрю так же как вы атакуете и стараюсь такого не делать давайте Костю еще глянем, очень много было не очень хороших атак Костя дождался взял кланк под креплением знал что в кланкасте нет никого вот это две банки, вот это Костя, это херня ты их и выгнал и полечил они выбежали из круга, все баночка никому ничем не действует в том то и дело ни рыба, ни мясо получается ни то, ни все, банки коту под хвост опять разъярение кинь дальше его, чтобы аж цепляло вовнутрь, чтобы он пока забегали были там, вот смотри, сейчас их лупит король их берег надо лечить лечить, их берег нечего то есть король тут почти всех и убивал вот и вся ошибка зашел вроде правильно, отсюда или вот отсюда где сейчас маги бегал, когда было заходить все верно ну блин не знаю это просто напросто всем советую смотреть на так каждое самому делать выводы что не так как бы сделал бы я атакую этими войсками откуда бы я пошел и тому подобное так это нападал у нас Саша Саша который Андрей который лентяй который взял в подкрепление четвертых гигантов вместо шестых улёш кто не хочет луки качать кто не хочет шарами нападать он привык человек с рандома нападать и все я нападаю так по другому не умею надо с улёк учиться если будешь смотреть это видео тренируйся возьми шаров ну я б шарами конечно не напал значит вот ТПВО уже страшновато и но под хилом легко напал шарами с двух сторон вот так надо рассыпал и с этой стороны зашел здесь захилил здесь захилил а потом захилил уже последнюю поворочку нормально было вполне а так фигня а так как ты говоришь как обычно две звезды так ну тут Алекс тут Серёга почистил низы Серёга с Артёмом вот я просто вот хотел попробовать запускал не Андрей конечно запускал эти шары я вот посмотрите какое количество вот я их пуляю небольшой волной не знаю я так пусть мать их бьют ждём и ждём и ждём у всех три банки седьмые ТХ седьмые ТХ нет у нас четырёх банк ну пасяк вот я кинул а подожди ещё немного вперёд и то же самое там сзади запускаю зачистку а они тупо идут чистить вот вам нападение шары вынесут без деф абсолютно вот теперь осталось не попасть пешим на все бомбы потому что бывает убивают шары у шары Кирилл тебе на заметку могут не пропадать можно в пятый пешим в пятый пешим в пятый пешим вообще не едут не представляешь делают шестые шары просто раздирают вот без никаких трудностей никаких заклятий ярости мать их за ногу три хилки четвёртого левела Андрей нормально вкачал себе в войсках всё правильное нападение идёт очень легко я наслаждаю наслаждаюсь таким нападением не надо сидеть ломать голову как мне нападать это же там забор седьмого уровня бедная там трагедия несчастная ну вот Саня ещё вот это нападение на две звезды обычно я жюри даже на первого пошёл думаю ну щас я забегу ему наваляю забегусь отсюда разобью его хлам сейчас я здесь быстренько набегут это уколо но сука запрошу у него есть х2 а этот засранский пулемёт мать его всё испорт а вот кто же отмышляет это это я сраным седьмым тх которые не докачаны у меня силы у меня только третьи были я 43% снос всех первого с лидера то есть любой восьмой тх мог снести его на две звезды по идее ну так прикольно просто так просто интересно было попробовать добыча мне не нужна особо за какой добычей не гонюсь так еще посмотрим все таки кирилла атаку на одну звезду тут тут кирилл решил все таки напасть свинками кирилл а вот просто вот интересно нападение гигер хотел ты чтоб просто почистили там бомбу если она есть и смотри опять ты нападаешь со стороны короля блин и свинок кинул со стороны короля не надо этого делать заходи лучше снизу так же сам королю я же говорю пусть в последнюю очередь прибежит банки кидайте чуть вперед то есть даже кидайте не на свинину блин даже впереди свинину вот бомба уже пуляй пуляй вот щас снизу пуляй банки поздно кинул впереди кинь аж вот сюда кинь на эли свины даже не захилились не полечились нифига опять кинул не там где надо еще впереди кидай долго долго думал долго думал король маги надо было что луков все таки взял учитесь кидать фил все те кто рассказывают как нужно воевать всегда говорят побуждает тот у кого более прямые руки которые умеют рано накидать баг а войска снизу не легко а вот этот король сраный виден за колдовую а кстати за колдовую король сейчас он свое атака включена надеюсь на youtube такое длинное видео получится сразу залить так вот она так миролем 2002 года чувак мне надо 12 лет и может 2002 года я так посмотреть снаружи сразу нет ли бомб думаю не будет парить я мозг пусть бежит вся свинина вперед я буду хилить ее по дороге внутри бомб таковых нету три места остается вот видите как пуля пуля намного вперед и там пульнул на самый край чтоб свиньи в этом кругу еще работали даже тех можно было не лечить но решил чтоб все таки они хоть что то смогли отработать и тут и тут меня залет я ищу третью банку а баночки третьей нету а залет ведь все думаю капец не взял я и смотрите следим за королем минуточку паузу поставлю так паузу сняли и тут зараза заколдованный король про которого я забыл просто следил за свинками куда они бегали надо было взять своего короля и кинуть против этого короля король у меня засранец убил магов одних вторых сейчас будет бить свинью засранец вон он поборол свинину вернулся обратно ни хрена зараза еще мага убил еще луков убьет еще и этим свинкам наваляет ну думаю все кирпик бил не успеваю добить а это падла ходит и крошит мои войска ну ни хрена ну смотри люди по времени успевают этой свинки еще наваляет с моим королем тут станет что-то копорсается побил короля моего плюнул на него мой король не реагирует на него вот только сейчас наконец-то они схлеслились ну слава богу уже убил ну давайте три две одна последние секунды выбивают аллилуйя так и последнюю атаку наверное эдика глянем так как он долго к ней готовился планировал он на 14 пойти ну пошел он совсем не на 14 а пошел он почистить за Кириллом Кирилл вторые драки посмотри что творят рвут дерут никаких мать его войск не берет человек тратит бабло на АКВ не фармит хотя эдик я честно лечил бы лучше лечил бы не разделял бы а лечил бы дракон вот просто ради интереса блин зараза возьму застигать специально возьму дракона хотя нормально играю там шарами я попробую пройти базу тут ты проходишь но хиля драка не разверяя их ну и ну посмотрим получится на этом заканчиваю свое видео пишите в коментах что нужно кому что интересно вот результаты наши 56 на 6 да сейчас подождите еще интересно вот эти вот три на скалы были тяжелые хотя мы боролись все равно не бросали упирались грызли землю но проиграли по пакистану кстати по пакистану была победа 48 41 довольно таки плотно была война повторы увы недоступны так как вышло обновление небольшое эти чистки серверовые их не санэпидемстанция пришла на их серваки посмотрите значит одну выбивали федик как всегда у нас выбивает драками молодец облёху зубы поломаю да не лёха зубы поломал неправильно смотрю здесь костя на 3 я с меньшова на 2 выбил здесь фалкона побили на 2 здесь артёмка на 2 я с жули на 2 санёк санёк зубы поломал отбилат билалабут с вот вот это калифайле ничего не разумило я просто служил на западной украине практически год там был санвич почистил я только одну с мирзы выбил свинина дикая попалась в него в этот раз бежала куда хотела со стига одну выбил жалко нельзя посмотреть здесь вот это вот кв было бы гораздо интереснее смотреть тут больше часа видео бы получилось как чего вот то как честь а это я с андрюсика наверно и лошаду здесь две слова фарук фарук мирза вот такое было кв фарук 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 в общем по чуть чуть догрызали потом и на все таки нагрызли пилота а сами баспилотные кипойни завжды 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 на этом будет да и все всем спасибо всем пока